Всем привет дорогие друзья, с вами Фёстована и мы вновь играем в покемон Брик Бронз, в общем потому что я не знаю, тема покемонов у меня вызывает какую-то ностальгию, когда я вспоминаю вообще сколько я часов провел в оригинальной покемон играя, мне нравилось развивать этих зверушек, покемошек, хотя ну не знаю, как бы вроде это выглядит все безумно просто, я за кадром кстати маленько побегал тут, покачал себе покемона, ну в основном я качнул себе Чермандера, ну и других чуть-чуть. Но знаете, я вам скажу как здесь, тут кстати сделано так же как в оригинальных покемонах, секрет прокачки других покемонов, то есть вот видите, сейчас у меня появился первый покемон Пиджей, я могу им ни разу не ударить и допустим взять ну вот этого Вармпол, поменять Пиджей на Вармпола, смотрите мы его меняем, вот, но и вот этой вот своим жучком мы можем не бить, а поменять его еще на кого-нибудь, ну допустим на Пиджей. Зигзагун тоже у меня есть, точно такой же, только уровнем повыше. И вот теперь Зигзаг, Зигзагуном мы добьем нашего врага. Суть в том, что все покемоны, которых мы выставляли на поле боя во время сражения против этого покемона, они все получат опыт после того, как мы этого покемона убьем. Причем они все получат опыт неделеный на всех, а вот если за него дают 13 опыта, то 13 опыта получат каждый из них. То есть это не значит, что если бы я его бил только одним покемоном, то я получил бы там 39 опыта. Нет, опыт не делится, просто каждый получает одинаковый опыт просто за убийство этого покемона, а получает каждый, кто участвовал в бою. Это не очень удобно, потому что, ну если я допустим хочу прокачать 5 покемонов, а у меня только один такой более-менее боевой, то приходится сменять их там аж 5 раз. Но там потом позже, я надеюсь, что появится, как в оригинальных покемонах, там был такой специальный артефакт, который даешь покемону, и он тогда получает опыт в любом случае, даже если врага убивает другой покемон. Так, привет, что ты мне скажешь? Дорога 1 довольно-таки слабая или что? Типа покемоны на дороге дальше будут гораздо сильнее. Типа это, будь осторожен и, типа, будь уверен в том, что твои покемоны будут подготовлены. Ты что скажешь? Я только что узнал, что покемоны получают больше опыта, когда сражаются против натренированных покемонов, нежели чем против диких. Ну, типа, натренированных покемонов, у них им есть чему поучиться. В общем, лучше сражаться с тренерами, там больше опыта. И знаете, что еще, ребята, я за кадром, вот я поймал 5 покемонов, по-моему, 5 покемонов, или сколько там, вот здесь написано. Ну, то есть, да, 5 покемонов поймал, и один у меня был от профессора. И у меня закончились покеболы. Эй, там! А я вот там в кустах нашел одного такого относительно редкого покемона, он встречался гораздо реже, чем другие, но я его не смог поймать, потому что у меня на него покебола не хватило. Что там? Эй, там! Ты выглядишь как новый тренер? Это должно быть первый раз, когда ты путешествуешь в одиночку. Я вижу. Твои родители были похищены командой Эклипс. Это ужасно. У меня есть для тебя некоторая информация о команде Эклипс, которая, возможно, будет для тебя полезной. Следуй за мной к моему дому, где мы сможем обсудить это, ну, без свидетелей, в общем. А вдруг этот парень сам работает на команду Эклипс? Откуда он вообще узнал меня? Он как с дороги меня выцеплял. Он говорит, так, значит, твои родители были похищены командой Эклипс. Это должно быть ужасно. Я бьюсь об заклад, ну, должно быть, ты скучаешь по ним. А, так они дали тебе этот талисман перед тем, как их забрали. Ты не против, если я посмотрю на него? Спасибо. Это ожерелье выглядит старым. И дорогим. Спасибо. Блин, ну он сбежал с моим ожерельем. Очень круто. Вот так и доверяй людям. О, а тут мой дружище. Эй, Ник. Кто был этот парень, который только что выбежал отсюда? Что? Подожди. Она забрала ожерелье, которое дали тебе твои родители? Это была последняя вещь, которую родители дали тебе перед тем, как пропасть. Мы должны последовать за ним и вернуть ожерелье. Я видел, как она убегала в те леса, вон там, за городом. Быстрее, последуем за ней. Так, это, конечно, все понятно. Но, как бы, мне не обязательно бежать, я думаю, прямо сейчас за ним. Ну, как бы, на самом деле, побегу я прямо сейчас или позже. Я думаю, ничего особо не изменится. Или что? Вот он там встал, а тут, я вижу, убежал. Ну, я думаю, он там будет сейчас стоять, пока я к нему не подойду. Я хочу сейчас все-таки в первую очередь исследовать город. И если мы отправимся в леса, там наверняка будут покемоны. У меня абсолютно нету покеболов, чтобы их ловить. Мне надо где-то купить покеболы. Вот что я думаю. А вот эти люди, я думаю, мне ничем помочь не смогут. Они просто хотят со мной поболтать. Ну, тут люди, кстати, иногда рассказывают какую-то полезную информацию. Я и моя жена только что приехали в этот город. Мы хотели начать, ну, в общем, создать нашу семью вдали от больших городов. А этот городок, видать, небольшой. Он хотел переехать сюда, чтобы, ну, я не знаю, ребенка, они, видать, хотят завести, начать семью. Она согласилась только потому, что в этом городе есть какой-то там соубак. Ну, короче, какой-то кофе. Ну, я так понимаю, вот это домишки жителей. Там, кстати, мост какой-то на меня туда, похоже, не пустят. Типа мост на реконструкции. Ну, возможно, позже я смогу туда попасть. Но я вижу два места, да. Вот она, кофе. Я не знаю, что там можно сделать. А вот здесь, я так понимаю, можно разжиться новыми покеболами. Ну, и, наверное, полечить своих питомцев. Так, что ты скажешь? Добро пожаловать в Покемарк. Могу я вам помочь? Да, я хотел бы прикупить. Ё-моё, покеболы стоят по 200. А у меня всего лишь один. Ну, я куплю... О, точнее, у меня вообще ни одного нету. Да, было бы, конечно, здорово, но у меня больше ни на что денег не хватит. А здесь она может бесплатно полечить моих покемонов. Ну, по-моему, у меня и так со всеми все было в порядке. Ну, да ладно. На всякий случай. Так, давайте посмотрим, что там за кофе продают. Что это вообще за штука такая. Добро пожаловать в Соуба Кофе. У нас есть кое-что особенное сегодня. Мы даем бесплатные экземпляры для наших знаменитых Соуба Кофе. Вот, пожалуйста, возьмите один. Ага, один бесплатно. Я взял Соуба Кофе в свою сумку. Короче, покемоны действительно наслаждаются, когда выпивают эту кофе. Ладно, а ты ничего не хочешь сказать? Он, типа, принимает кофе каждое утро. И это дает ему величайшую скорость. Видать, покемонам, я думаю, это тоже даст скорость атаки кофе. Скорее всего. Так, ну что скажешь? Она там! Я подожду тебя прямо здесь, чтобы она не могла уйти. А ты иди и найди ее. И верни ожерелье назад. Ну, типа, он будет ловить, а я, типа, пойду и с ней подерусь. Но я так понимаю, здесь по пути я могу подраться с вот этими всеми тренерами. Это будет здорово, потому что я смогу прокачать своих покемонов. Причем за тренеров, в отличие от обычных покемонов, дают много опыта. Как нам уже там говорил, да, парень? О, смотрите, какой парень. Вася с шестого уровня. Поэтому здесь, вот уже в борьбе с этими тренерами, я своих покемонов сейчас всех поменяю, прежде чем сразить покемона, чтобы все получили много опыта. Единственное, что это, конечно, доставляет определенные неприятности. О, смотрите, он еще и усыпляет всех. Да. Единственное, что это маленько долго, как бы, напряжно. Тем более, здесь, понимаете, в этой игре такой сохранили дух оригинальных покемонов. В том плане, что вот эта вот вся анимация, они никуда не торопятся. То есть, ты всегда такой, атаковать, он такой, я атакую, поменять покемона. Покемоны меняются. То есть, это как бы маленько затягивает игру, но никуда не деться. А теперь, когда мы прошли по кругу всех покемонов, можем дожигать этого парня. Тем более, Чермандер у нас аж 14 уровня. С одного раза выносит, тем более, что критический удар. 66 опыта получил каждый покемон. Это очень неплохой опыт. Ну, точнее, для меня сейчас неплохой. Вон там даже кто-то перерос на следующий уровень. И мне дали 192 рубля. Это неплохо. Мне хватит еще на один покебол на самом деле. Так, блин, а что, здесь я пройти не смогу, да? Да, я не смогу здесь пройти. О, смотрите, там покебол валяется. Типа такой, это, тайничок. Ну-ка, дайте сюда. А это не покебол, это антидот. Блин, лучше бы это были покеболы. А как мне тогда попасть на ту сторону? А, вот здесь, через траву, вижу. Так, в траве нас ждет Видл третьего уровня. У меня, кстати, еще нету такого покемона. Поэтому я могу поменять своего покемона на кого-нибудь слабенького. Вот, например, на бане. Чтобы не убить его с одного удара. Один раз сейчас ударим. Я надеюсь, что... Нет, один удар его не сразит. Я могу даже еще разочек ударить. Потому что я отнял ему меньше половины. Он затравил нашего зайчика. И теперь мы его ловим покеболом. Плюс один покемон в нашу копилку. Нет, имя ему не надо давать. Кстати, смотрите. У меня уже столько покемонов. За раз я могу только шестерых носить. И вот этот пойманный, он попал теперь не в мою основную команду. А он добавился ко мне домой. Ну, то есть я могу прибежать домой, поменять его. Поставить его к себе в команду, если я захочу. Вместо кого-нибудь из своих. Давай посмотрим, сможешь ли ты пройти через меня. Защищайся. Короче, ловец жуков Рики. Использует кокуну. Ну что ж, я думаю сейчас, как по старой схеме, я прогоню всех своих покемонов. Чтобы побольше опыта получить. Но вас уже не буду заставлять смотреть на все это дело. Так, ребятки. Я поменял всех покемонов, но у нас есть проблема. Эта кокуна, похоже, ничего не умеет делать, кроме как укреплять свою защиту. И пока я менял покемонов, она укрепляла, укрепляла, укрепляла свою защиту. Я боюсь, что теперь ее защита очень велика, и мы ей будем наносить маленький урон. Не, смотрите, нормально, с одного раза уничтожили. Ну потому что, знаете почему? Потому что это травяной покемон, да? А, нет, это жук все-таки, а не травяной. Но, похоже, наш Чермандер против него очень эффективен. Тем более, учитывая разницу в уровне. И, смотрите, по 92 опыта каждому. А он выпускает второго покемона. Хочу ли я сменить своего покемона? Да, пожалуй, мы опять сменим на Пиджей. И пробежимся всеми нашими покемонами по кругу. Кого, кстати, он выставляет? А, Метапод. Да, помню такого. Так, ну вот, прогнал всех покемонов по кругу. Чтобы получить побольше опыта каждому. Хотя, Метапод все это время так же, как до этого покемон укреплялся. Но это его вовсе не спасает. Потому что моя атака суперэффективна. Получаем по 92 опыта каждому. Чермандер получает 15 уровень. Отлично. Ну и другие тоже, я смотрю, маленько подкачались. Хотя, не знаю, на самом деле, вот не самое интересное сейчас качать покемонов. Потому что с большинством из них я, если честно, расстанусь. То есть, как бы, это не те покемоны, которые составят мою команду. О, смотрите, мой Вармпл эволюционирует. И в кого ты эволюционируешь? Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. В какую-то лепешку эволюционирует. Каскун. Ну, здорово. Чё, по-моему, неплохо. У меня первый появился покемон, который эволюционировал. Так, а я теперь могу пойти либо этой дорогой, либо той. Ну, давайте подерёмся с тренером. Почему бы нет? За тренеров дают много опыта. Да ещё и деньги в придачу. Мой Нидорен. И я. Ищем хорошего сражения. Так, у этого парня только этот покемон. Других нету. Зато он седьмого уровня. На нём мы получим неплохо опыта. Так, ну вот, опять прогнал всех покемончиков по кругу. Что, давай, бьём. Хм, даже одного удара не хватило, чтобы его поразить полностью. Ну, ладно, молодец, крепкий парень. Не то, что некоторые. Все наши покемоны получают по 82 опыта. Сейчас, глядишь, того и ещё кто-нибудь заэволюционирует. Отлично. В следующий раз он, типа, будет стараться лучше. Ну, а я зато получаю сейчас деньги за эту победу. Я думаю, я потом, как бы, это... О, метапода можно было бы поймать, если бы у меня были покеболы. Я думаю, я потом как раз вернусь домой. Знаете, что сделаю? Вернусь домой. На заработанные деньги. Ну, точнее, не домой, а в город. Вот этот ближайший. Куплю себе покеболов. И поймаю, поймаю того редкого покемона, который был в самой стартовой локации. Ну, как, он не такой, чтобы сильно редкий, но он реже других мне встречался. Он мне, по-моему, встретился там. При том, что я, допустим, перелопатил там покемонов штук 50, он мне попался один раз. О, смотрите, здесь шарик. ТМ-86. Положи ТМ в свою сумку. Блин, а что такое ТМ? Что-то знакомое, но я не помню. Ну-ка, дайте-ка посмотрим. ТМ. А, это это. Это, по-моему, обучающее. Короче, с помощью ТМов можно научить своего покемона какому-то приему. Причем там, как бы, не все ТМы подходят всем. То есть, вот из тех, кто у меня сейчас в команде, этот ТМ может выучить только вот этот наш кролик и зигзагун. Это травяной тип специального удара. Короче, атака, она тем сильнее, чем тяжелее враг. Это какая-то специальная атака, которая хорошо бьет тяжелых врагов. Ну, может быть, это хорошо бы пригодилось там против какого-то особенно тяжелого врага. Не знаю. Как бы, пока что я ее учить не буду. Пускай пока что просто будет в рюкзаке. А вон, кажется, там уже виднеется этот парень, который украл у нас наше колье. А, это у него Нидорен девочка. Они из мужского и женского пола. Ну, точнее, и у других покемонов тоже. Вот у них тоже пол показан. Но другие покемоны, в отличие от этих Нидоренов, их даже не отличишь. Они на одно лицо. Кроме вот этого значка никак не понять. Так, давайте жгем красным огнем. Ух ты, е-мое. Тоже крепкая оказалась девочка. Не хочет погибать с одного удара. Добиваем в рукопашку. Отлично. По 82 опыта каждому. Раз, два, три, четыре. По-моему, я кого-то пропустил. Пять. Да, кого-то из покемонов я забыл взять. Не все получили опыт. Ну, ладно, зато я получил 168 долларов. И вот он, вот он, похититель нашего ожерелья. Причем здесь тупик. Че, попался? О, похоже, ты поймал меня. Это моя ошибка. Бежать внутрь леса в этот тупик. Просто мост был на реконструкции. И прятаться здесь был, ну, в общем, единственный вариант. Так что, ты хочешь получить ожерелье назад, да? Очень плохо. Команда Eclipse не возвращает то, что они уже получили. Да, верно, малыш. Я тоже член команды Eclipse. Единственный путь для тебя получить назад это украшение это если ты победишь меня в битве покемонов. Но типа это ты же всего лишь новичок. для тебя нету никаких шансов победить меня. Так, ну и что у тебя за покемон? Седьмого уровня. Это все, конечно, очень неплохо. Мы на тебя подкачаемся, поэтому я опять сейчас прогоню всех своих покемонов по кругу. Так, ну что ж, жгем огнем. Парень, по крайней мере, пушистый. Вроде как пух должен, ну, как я не знаю, шерсть должна хорошо гореть. Действительно, мы его довольно быстро убили. Правда, опыта дали ну так себе, по 66 каждому. Но у него там был еще второй покемон, насколько я помню. А, типа, поменяю ли я покемона? Да, поменяю. Так, а кто у него второй покемон? Так, это какой-то панчам? Не знаю, что это за... Какая-то панда, в общем. Да, кстати, этот парень довольно-таки мощный. Я тут менял покемонов, и он мне двух покемонов просто с одного удара снес. То есть, я их выставлял, он их сразу бил, и они погибали. Довольно мощно бьет. Я надеюсь, сейчас Чармандер, ну, как бы это, исправит ситуацию, потому что, в основном-то, я на него во всех своих боях, надеюсь. Один удар, смотрите, он меня тоже ударил, но не так сильно. Причем он какую-то более слабую атаку использовал. До этого он бил двумя ударами. Отлично, ребятки, эта победа. 135 опыта получил каждый покемон, который сейчас был в этом бою. Правда, двое погибли, что плохо. Пиджей выучил новую атаку. Побит! Побит ребенком! Ох! И, кстати, 360 рублей, долларов, я не знаю, валюты, в общем, местные получили. Что? Как? Как это произошло? Ох, это не очень хорошо. Босс будет мной недоволен. Отлично, здесь твое украшение. Забирай. Команда Эклипс еще вернется за ним. Мы всегда возвращаемся. А, ну, мы всегда получаем то, что мы хотим. Короче, им нужно это украшение. Ох, отличная работа! ты вернул украшение! Так, говоришь, она была из команды Эклипс? Интересно, что у них вообще за проблемы такие? Типа, что им вообще надо? Как бы то ни было, теперь понятно, что ты никому не можешь доверять. и должен сам найти своих родителей. Если команда Эклипс действительно забрала их, тебе нужна сильная команда покемонов, чтобы победить их. Лучший путь усилить твоих покемонов это состязаться в специальной тренировочной комнате с лидерами в Рори. Есть 8 вот этих гимов, я не знаю, как, ну, я не знаю, 8 лидеров, с которыми, в общем, нам надо будет сразиться. И кто знает, возможно, в ходе своих путешествий ты узнаешь какую-либо информацию, которые возможно ну, какие-то новости о своих родителях, о том, что с ними случилось. И следующая типа вот эта гимнастическая мастерская, я не знаю, ну, как бы это гимн с покемонами, он в следующем городе находится. Я думаю, оттуда мы и начнем. Не волнуйся, Ник, мы вытащим твоих родителей. А теперь давай отправимся. Ну, что ж, ребятки, я думаю, и я тоже сейчас отправлюсь. В следующей серии, наверное, мы наведаемся в следующий город, в этот гимн, попробуем сразиться с тем, кто кто там будет, с их тренером. А за кадром я куплю несколько покеболов и потренирую своих покемонов вот в этом лесу. Подкачаю своих покемонов и половлю новых, каких-то уникальных. Так что можете запомнить, сейчас мой покедекс, это 8 покемонов, но в следующей серии их будет уже больше. А у меня на этом все, с вами был 1101, если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, всем спасибо и всем ты увидел, что мост уже открыт. Помните, я говорил, что можно вернуться домой и взять покемонов, которых я поймал, если я хочу кого-то заменить? Оказывается, это можно сделать в любом поке-центре. Вот здесь есть такой специальный автомат, где все покемоны, которых я поймал, делятся по коробкам. Я так понимаю, это травяные покемоны. Наверное, если я уберу огненного, а я думал, он сам добавится в огненную коробку, водяную. Это коробка молниевых покемонов, а здесь земельных, а это водяные покемоны, чтобы было проще. Ну и отсюда же можно этих покемонов всегда забрать к себе обратно в команду. Эй, иди обратно в мою команду. А еще в каждом поке-центре есть карта, я не знаю, тут должны наверное показывать, где я нахожусь сейчас, хотя я не вижу. Вот какая-то стрелочка есть, и вот какие-то стрелочки. Вообще я вот так подумал, наверное вот это лаборатория профессора, где мы начали, а вот это леса вокруг нее. И тогда вроде логично, что вот там вот есть озеро и мост кажется через него даже нарисован. Это как раз мост, по которому мы сейчас пройдем. А тут вокруг везде есть локации, которые нам еще только предстоит посетить.